Оторванные от мира, жители села Заречное Джанкойского района не перестают обращаться во всевозможные станции за помощью. В мае прошлого года там обрушился единственный мост, соединяющий сразу несколько населенных пунктов. Авария произошла из-за проседания дорожного полотна. Сейчас у людей появилась надежда, что местные чиновники справятся с проблемой раз и навсегда. Подробнее в видеоматериале наших корреспондентов. Говорят, обещанного три года ждут. Жители села Заречное Джанкойского района уже перестали верить, что этот мост снова заработает. Им много раз обещали ввести его в строй. По версии сотрудников Министерства транспорта республики, мост должен был заработать еще в 2015 году. Но ВОЗ и ныне там. Нам назначали уже на нашей памяти четыре даты. Конкретно приезжал два раза исполняющий обязанности заместительный министр транспорта Дукорский. Он две даты лично называл. Это было зафиксировано нашими телевидениями и нашими гражданами на камеру. Он называл первую дату, что будет временный мост 1 июня. Вторая дата была 1 октября, что уже будет стоять постоянный мост нормальный 2015 года. Буквально в 10 метрах от моста установлено ограждение с надписью «Проезд запрещен». Местных жителей это не пугает. Другого выхода нет. Каждый раз они, рискуя жизнью, добираются в сельсовет или школу по протоптанной дорожке. Правда, пешком. И вторая существующая дорога ничуть не лучше аварийной. Каждый день вот так вот переходим через мост на велосипеде, потому что иначе никак. Ну, очень тяжело, особенно зимой. Вот ездила и в снег, и по дождю. Мост проходит через реку. Здесь часто рыбачит маленький Коля. А чтобы как-то безопасить себя, он каждый раз держится за ржавый поручень. Но однажды он все же провалился в воду. Я тут один упал. Вон туда. Туда упал? Да. И что было? Меня Коля Цыган вытащил оттуда. И что? Я тонул просто. Когда дождь, тут ливень был, тут аж вот так протекала вода. Сейчас появилась еще одна надежда на чудо. Назначена новая дата реконструкции аварийного моста. К слову, деньги на это благо тоже выделены. На все около 100 миллионов рублей. Выделены средства на не восстановление моста, а строительство нового моста. Болотинского моста. Сумма 95 миллионов. Если там не они поправят, часть денег направлены на проект осметной документации. В пределах 92 миллионов. Это будут основные работы. Строительство этого мостового перехода будет начато после определения конкурсных процедур и определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Ориентировочный услуг – это август месяц. Планируется по проектам документации срок строительства определённо 4 месяца. То есть в декабре месяце мы планируем его ввести в эксплуатацию. Есть и вероятность того, что реконструкция может ускориться. Вся надежда на Керченскую паромную переправу. С её помощью можно доставить стройматериалы в короткие сроки. А вот местным жителям остаётся только надеяться, что их общая мечта притворится в реальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова